В наши дни новости по вселенной Доты приходят чуть ли не каждый день. Как и ожидалось, после релиза многообещающего проекта под названием Alex, вентили всеми руками схватились за другую не менее важную игру, конкретно для нас. Это карточная игра Artifact. Сегодня я хочу придать огласке самые важные и самые сильные стороны проекта, чтобы каждый игрок Доты смог понять потенциал и ценность для всей общей игровой вселенной. Буквально на днях вентили начали, прямо скажем, агрессивную переработку артефакта. Согласно сообщению, они пересматривают весь фундамент механик и распределение по столу. Для нас это самая маловажная часть изменений. Сюжет картонки – это самая сильная сторона проекта. По ходу видео я наглядно покажу и докажу вам. Из этого можно сделать вывод, что сюжетная часть не претерпит изменений и продолжит гнуть свою линию. Тот же автобаттлер продолжает питаться от артефакта. По комиксам мы видели Канну и Преликс. Упоминания предателя Рикса тоже там есть. И это вполне логично, потому что основа всей истории артефакта просто великолепна. Сама компания неоднократно говорила о том, что все нововведения, которые появляются в артефакте, со временем будут перенесены в игровой клиент Доты. Это касается как персонажей, так и сюжета. И даже несмотря на очень длительный застой, вентили по сей день не отказываются от своих слов. Так что надежды, связанные с этой игрой, глобально большие. Оставайтесь до конца этого ролика, тогда эти громкие слова перестанут вызывать такое удивление. По своему личному мнению, я составил топ-4 самых важных нововведений картонки, которые обязательно помогут и раскроют главную витрину вентилей, и нашу любимую игру Дота 2. Буду рад, если вы по ходу видео также составите свой топ, и поделитесь с нами в комментариях. Итак, давайте во всём разбираться. Выкатим все карты на стол и озвучим секретные заготовки компании Valve. Начнём с самого интересного, и откроем самый главный плюс карточной игры. Это противостояние. Под этим словом я не имею в виду разборки между героями битвы древних, которые мы с лёгкостью можем найти в тех же репликах, и описания у самих персонажей. Тут же речь идёт о глобальнейшем противостоянии сил тьмы и сил света. Вы скажете, что мы и так знаем о важности вечной вражды. Но возникает справедливый вопрос. Разве наша война между тьмой и светом сопоставима с баталиями у соседей? Каждый игрок в нашей категории и в любом комьюнити выбирает для себя франшизу, которая ему нравится по тем или иным причинам. В нашем случае это безусловно Дота 2. Но большинство из вас, или даже все, слышали о громком противостоянии Близзард. Между такими сторонами как Орда и Альянс. Люди делятся на два лагеря, выбирают себе сторону. Возможно по своей идеологии, или же по личным причинам. Это уже совсем не важно и второстепенно. Главное здесь то, что война между Ордой и Альянсом всегда на слуху. Люди из других комьюнити невольно выбирают сторону. Даже если никогда не заходили в игру. И уж тем более не знакомились со вселенной. Всё вышесказанное подводит нас к тому, что вентили обратили на это внимание. И решили усиленно работать в этом направлении. И первый огромный шаг уже был сделан. Даже если вы не заметили, это безусловно вот таких героев как Кана и Преликс. Которых мы не так давно разбирали в этом нашумевшем видео. Именно с этими персонажами противостояние между силами света и тьмы получит новый виток в сюжете. Каждая из них ведёт свою сторону к победе. Если девочка Кана несёт разрушительную повестку, то Преликс идёт совсем за другим. За спасением света. Многие из вас должны помнить, что несколько лет тому назад абсолютно все герои Доты были поделены на два очевидных лагеря. Сторона сил света и сил тьмы. На сегодняшний день мы наблюдаем блеклую котировку, поделённую на характеристики. Силу, ловкость и интеллект. Как раз таки Преликс и Кана были добавлены в общий мир Доты, чтобы исправить эту ситуацию и вернуть былую песнь о противостоянии. В моём понимании, в сюжете первой главы под названием «Зов битвы» было заложено два сюжета. Основным двигателем являлась Великая война подле деревушки Розалист. А вот сокрытым сюжетом как раз таки стало противостояние сторон. На релизе игры мы получили только 20 героев, перенесённых прямиком из Доты 2. И как минимум половина из них уже определилась с выбором сторон. Естественно, по своим личным причинам. Но Кана и Преликс играли не последнюю роль, говоря о доводах и мотивации своих эншентов. Каждая из путеводителей стороны говорят о том, что сами древние готовы вступить в битву и спуститься прямиком к своим соратникам. Кана обрела спасение во тьме, и она отреклась от стороны света, когда древний не захотел помочь ей с ужасной участью. Теперь она проклинает ложного бога и несёт разрушительную повестку всему миру. Преликс бредит о великом прибытии, но даже она не знает, насколько окажется милосердным древний. Ведь он может как вознаградить своих слуг, так и покарать за грехи. В любом случае за этим будет интересно понаблюдать. И уверяю вас, всё это непременно окажется в самой Доте. Усиленное противостояние сторон нужно игре. Второе по важности нововведения артефакта, на мой взгляд, это главы и сопутствующий ему сюжет. Valve подарили нам отменную сюжетку, которая к тому же сопровождалась двумя комиксами зов битвы. Чтобы мы могли сами побывать в нашем любимом мире несколько минут. В глобальном смысле, вся франшиза Доте стоит на месте. Надеюсь, что вы согласитесь с этим доводом. Потому что кроме бесконечной войны между древними, мало что происходит. Но артефакт пытается это исправить. Потому что именно эта игра и её сюжет развернул небывалую битву возле деревушки Розалист. Пора воспроизвести те события. Орда Красного Тумана под главенством Сорлы Хан марширует к Стоунхоллу, столице Раздольной Империи. Стремясь защитить население Стоунхола, командир Бронзового Легиона, всеми знакомая нам Трэз Дин, вместе со своей армией заняла ближайшее поселение под названием Розалист. Надеясь застать захватчиков расплох и остановить движение дикарей. Рассчитывая уничтожить Сорлу Хан и Красный Туман на подходах к Стоунхоллу, Трэз Дин столкнулась с недовольством жителей Розалиста – Воулов. Как вскоре выяснится, недовольство переросло в самый настоящий мятеж, где зачинщиком стал правая рука Легиона и близкий друг Трэз Дин – Рикс. Все три стороны столкнулись с жестокым побоищем подлей теперь уже знаменитой деревушке Розалист. В эту войну косвенно и прямо втесались самые разные народы, начиная с людей, заканчивая редкой расой друидов. Даже боги и иноземные создания не остались в стороне, потому что даже судьба не ожидала такой развязки. Но все это произошло не по своей воле, а из-за заклинаний, которые использовали в одном из великих домов – Доме Коварных. С помощью карт они вмешались в ход истории и поменяли течение реки времени. Некоторые обрадовались такому событию, например, этот парень из Коварных. Таким образом, он считает, что они получили превосходство над другими. Представитель дома считает совсем иначе. Сейчас будет немного запутано, но интересно. Итак, Дом Коварных сыграл в партию карт, в поде которого сёстры Вуали во главе с Фантом Ассасин убили Квертиаса, короля купцов Рифтелла. Но этот самый Квертиас должен был сыграть важную роль в убийстве Сорлы Хан. Но из-за его смерти весь Рифтелл ополчился на сестёр и жаждет мести. Теперь Сорлу некем останавливать, и она идёт со своей ордой через Розалист в Стоунхолл. Вся река времени выстроена. Если бы Дом Коварных не затеял игру с таймлайном, то всё бы шло своим чередом. Квертиас бы казнил Сорлу, и множество невинных жизней были бы спасены, и Великой войны подле Розалиста не было. Из всего вышесказанного мы переходим к третьему нововведению от картонки. Это Великие Дома. Конечно же, речь не идёт о привычных домах, того же Ликана и его семьи Амбри, или же Дом Ойо, связанный с Брюмастером. А как раз таки о тех, кто вершит судьбы с помощью таинственных карт. Про Великий Дом Коварных вы уже наверняка смогли составить своё мнение. Если вы не желаете избегать ужасных войн, и не вести ни с кем переговоров, и тем более договариваться, то, пожалуй, путь Дома Коварных для тебя. Но есть те, кому самой судьбой предназначено стать великими. И Великие Дела – суть результата умений, старания и воли. В таком случае, Двери Дома Могучих для тебя открыты. Знаете ли вы, что мы не обязаны принимать мир как есть? Люди часто путают понятия «сложно» и «невозможно», закрывая разум и сердце для удивительных возможностей. Если тебе близки эти идеи, то, возможно, стоит выбрать изю мечтателей. Наверняка каждому известно, что лидером может стать далеко не каждый. И есть устои, которые невозможно изменить. Правитель должен и обязан скрывать многое от своего народа. И чтобы принимать верные решения, нужно отбросить свои человеческие чувства. В таком случае Дом Мудрых готов принять и воспитать новобранца. Только что вы услышали критерии для вступления в Великие Дома. И на ваших экранах их правильная очередность в виде флагов. На этом разрабы не остановились и присвоили некоторым нейтралам дома. Наверняка вы вспомните этого лесника. Он, как и другие, пробился Великие Дома. И отныне представляет их интерес. С моей колокольни, видение Великих Домов – это глобальное изменение в скелете всего сюжета. И насколько глубоко засел замысел у Вентилей, остается только гадать. Спустя какое-то время мы получим долгожданный ответ. Конечно же, когда компания будет готова к релизу. Ну и закрытием этого топа будет очевидное – видение новых и интересных персонажей. Начиная с того же Рикса, заканчивая Канной и остальными. Но всё же особое внимание я уделил бы этой даме. Если вдруг вы не знакомы, это знаменитая Фабан Жаликсия. Именно она является созидательницей карт. В комиксе наглядно показали, как представитель коварных опоздала на встречу с Жаликсией, чтобы забрать свои карты. В то время, как остальные дома пришли вовремя и распределили секретные карты между собой. Но почему именно она заслуживает столько внимания? Я всегда предлагаю вам посмотреть на всё происходящее с другой стороны. Тут дело даже не в лоре, а в самой идее. Игроки, играя в карты, всегда используют стол. Но в каком помещении это происходит? И где мы находимся? Жаликсия живёт в этом прекрасном доме на Черепахе. Вместе со своими подручными демонами – Люксом и Ноксом. Кстати, сами имена с латыни переводятся как «Свет и Тьма». Итак, Жаликсия любит скитаться по всему миру, забредая в самые разные уголки света. Увидев мимо проходящих путников, она предлагает им сыграть. Как только находятся добровольцы, они на фоне этого прекрасного пейзажа заходят в дом и начинают раскидывать карты. Именно с этого места нам и открывается вид стола в игровом клиенте. Надеюсь, что я смог подпитать ваш интерес и вы будете вместе со мной ждать успешного реборна картонки. Игра действительно этого заслуживает. Уверен, что вентили найдут формулу успеха для артефакта, а мы за этим дружно понаблюдаем. А с вами был Дота Юниверс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и показывайте это видео своим друзьям. Это лучшее, что вы можете сделать для канала. И за это вам огромная благодарность. До встречи, друзья. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова